Здравствуйте! Я врач, фитотерапевт, диетолог Борис Качков. Автор сотен видео на собственном канале YouTube. Автор десятков упубликованных книг, брошюр, научных статей. Сегодня решил написать видео на мой взгляд на очень важную тему. Как же все-таки правильно питаться в пост? И очистить свой организм, кишечник, снизить вес, укрепить иммунитет. Вместо того, чтобы вызвать обострение скрытой либо явной патологии, обладателем которой вы, увы, уже являетесь. Ведь каждый человек имеет свой спектр заболеваний. Давайте будем реалистами. Абсолютно здоровых людей сейчас просто не существует. Есть люди просто плохо обследованные. И ваш уровень здоровья отражает соответствие генетике, то есть заложенной вашими родителями задолго до вашего рождения. Особенности вашего организма, в которых вы обязаны правильно жить. И соответствие образу жизни, системе питания, экологии, погодным, климатическим условиям, вашему возрасту, полу. Ведь многие во время поста стремятся улучшить уровень здоровья. Да, все у нас не стайли, а спринтеры. В относительно короткое время хотят получить максимальный результат. И великий православный пост, который вот сейчас начался сегодня, он вроде как в этом поможет вам. Да, пост это очищение вашего организма в широком смысле слова. То есть очищение души и тела. Однако если рекомендации по изменению вашего образа жизни, мышления, поведения, они важны для всех, то к рекомендациям по питанию нужно подходить очень индивидуально и осторожно. Важно сделать это правильно. Учитывая опять-таки возможности вашего организма. Ведь пост это не древняя диета, подходящая всем. Это определенные особенности питания, которые помогли человечеству и христианству, православию выжить в не самых простых временах. Поэтому просмотрев это видео до конца, вы узнаете, кому православие настоятельно рекомендует пройти пост. Вы также узнаете, почему православие настоятельно рекомендует пройти пост. И также, какие изменения следует вносить в ваш рацион питания, чтобы на выходе все-таки улучшить уровень вашего здоровья. Смотрите это видео дальше. Так кому же православие настоятельно рекомендует пройти пост? Ну абсолютно всем нужно изменить или привести в соответствие свое мышление, поведение. Да, это нужно всем. Но! Я бы советовал этим заниматься не только во время постов. Да, даже длинный великий православный пост это всего 49 дней. А в году 365, в этом году высокостом 366 дней. Да, есть еще разной продолжительности посты. Но! Эти вещи нужно, я думаю, соблюдать и вне постов. Постоянно в режиме реального времени и на всю оставшуюся жизнь. А вот диетическая составляющая поста в первую очередь, она абсолютно показана абсолютно здоровым людям. Ну или считающим себя здоровыми. Все же, если вам такой рацион питания не совсем привычен, то резкое изменение ваш организм должен выдержать. Поэтому определенный запас прочности нужно иметь. В первую очередь, со стороны пищеварительной системы и печени. Ведь они теперь должны из более скромного и не совсем привычного в таком количестве рациона извлекать для вас максимум. Вы же не заляжете на печь во время поста. Вы же будете выполнять какие-то действия. Их нужно обеспечивать на метаболическом уровне. И первый шаг – это пищеварительная система. За ней стоит печень. И только после этого продукты питания появляются в крови и могут идти к работающим клеткам. И участвовать в обмене веществ. Во вторую очередь, нужно иметь запас белка в мышечной ткани. Потому как питание в пост относится все-таки к ограничительным по белкам. И здорово было бы перед постом немножко подкачаться. Это в большей мере может подойти мужчинам. Женщинам в меньшей мере. Но запас белка все-таки нужно иметь. Пост достаточно продолжительный. В третью очередь, необходимо создать запас жиров. Потеря которых во время поста может быть первым шагом восстановления нормального обмена веществ. Потому что многие создали запас жиров. И вот пост – это вариант легко и просто от них избавиться. Но если вы к посту правильно подготовились, и правильно его будете сопровождать. Об этом будет немножко позже. Показан пост женщинам. Но здоровым. Вне беременности. Не участвующим в родном вскармливании. Не занимающихся спортом. Ведущим малоактивный образ жизни в том числе и в интеллектуальном плане. Ну фактически белокурым домохозяйкам. Правда, часто это тоже не самый легкий труд. Показан пост и мужчинам. Но! Опять-таки здоровым. Ведущим малоактивный образ жизни. Как в физическом, так и в интеллектуальном плане. Показан пост здоровым людям преклонного возраста. Если вам удалось прожить жизнь без болезней, тогда пост можете соблюдать. Кому абсолютно противопоказан пост, так это детям. Даже здоровым. Просто детям до завершения основных процессов роста и развития пост противопоказан. Им нужно не поддерживать то, что вы имеете, взрослые люди. А накапливать каждый день. Поэтому только несколько избыточное сбалансированное питание позволяет детям полноценно развиваться. И корректировать уровень здоровья. Развитие полностью заканчивается у девушек 24, у мужчин 30 годов. Это нужно учитывать, прежде чем принять решение участвовать в диетической составляющей поста. Часть людей и вне постов находятся на постном питании. В сыроедении, жесткое вегетарианство. Но это практически идентично питанию в великий православный пост. А во время других постов это даже не ограничительное, а нагрузочное питание. Однако православие не рекомендует все-таки длительное время поддерживать такое питание вне поста. Все же в условиях средних широт. При физических нагрузках, при эмоциональных нагрузках исключительно растительная пища не способствует поддержанию высокого иммунитета и уровня работоспособности на протяжении всего года. И умереть от перегревания от такого питания в средних широтах крайне сложно. Скорее можно умереть от переохлаждения либо снижения иммунитета. Это более реальная перспектива. Если питание не соответствует погодным и климатическим условиям, которые вас окружают. Смотрите видео дальше. Вы узнаете почему православие настоятельно рекомендует все же пройти пост. Почему же православие все-таки настоятельно рекомендует соблюдать пост? Система православных постов великолепно продумана. Самый продолжительный из них Великий православный и Рождественский пост связаны с основными событиями в жизни христиан. Зачатием Иисуса Христа и Рождеством Христовым. Но на мой взгляд это прекрасное напоминание нам потомкам. Как же все-таки себя вести до беременности. На ранних стадиях беременности. И как завершать этот физиологический, но достаточно сложный акт в жизни каждой женщины. То есть родами. В которых должен родиться здоровый ребенок. И сохранится мама для новых родов. Потому как на Великий православный пост всегда попадает дата зачатия Иисуса Христа. Это ночь на 1 апреля. Если Рождество признать 7 января. А Рождественский пост помогает не переесть женщине в последние недели беременности. Потому как от веса ребенка напрямую зависит сложность или простота прохождения родов. И результат окончательный. Здоровый ребенок и довольная мама или довольные родители. Во время соблюдения других постов. Петров пост. Успенский пост. Также здоровье можно реально укрепить. И даже в свое время жизнь можно было сохранить. Потому как они ограничивали употребление опасных в этот период года. Для жизни людей продуктов. Напомню. Большинство людей больше погибло в пищевых отравлениях и вообще в отравлениях от инфекций. Чем от войн. Потому как куриное яйцо весной, летом, осенью и зимой. Это 4 больших разницы. Каждый период года домашние яйца меняют свое качество. Курица питается разными продуктами питания. И разным наполнением наполняет эти яйца. Забрать молоко у теленка весной можно. Но нарушается цикл воспроизводства. Теренок будет слабым. Болезненным. И даже если его в конце концов съедят. Или он дорастет до коровы. То будет молоко не лучшего качества. Выловить рыбу весной можно. Но если она не от нерестилась. Вам сложно будет взять пику. И опустить водоем и попасть в рыбу. Как это было раньше. Когда посты соблюдали. И рыбу не уничтожали. Ее было много в водоемах. А сегодня только песок. Только муть можно поднять со дна реки. Таким способом. Более того. Условия жизни со временем появления постов. Кардинально изменились. И качество продуктов питания. И значение для здоровья диетической составляющей постов. Резко изменилось. Более того. Часть рекомендаций теперь даже может принести вред. Особенно во время самых продолжительных постов. Таких как Рождественский или Великий Православный. Поэтому смотрите видео дальше. И вы узнаете какие все же изменения можно вносить. В зависимости от вашего уровня здоровья. А какие опасны для вашего здоровья. А может быть даже и для жизни. Какие же изменения следует носить в ваш рацион питания в пост. Чтобы получить улучшение уровня здоровья. И очистить организм. Рождественский пост ограничивает. А Великий Православный пост исключает полностью пищу животного происхождения. В первом случае предупреждается переедание после собранного урожая. И внезапная смерть от острой сердечной недостаточности. А Великий Православный пост предупреждает голод. Который лучше на овощах хрупок перетерпеть в Великий пост. Чем употребляя в пищу мясо, рыбу, птицу. Нарушит цикл воспроизводства. В том числе и через употребление яиц, молока. Когда человек становится прямым конкурентом. Теленку, козленку, ягненку, цыпленку. И еда в индивидуальном хозяйстве постепенно заканчивается. А охота либо рыбалка весной фактически браконьерство. Не по отношению к дичи. А по отношению к человеку. Когда большинство пост соблюдали. Дичи в лесах и рыбы в водоемах было существенно больше. Вместе с тем и мясо и рыба и птица. Сегодня чаще выращиваются не в индивидуальных хозяйствах. А в промышленных масштабах. Поэтому их употребление приносит одинаковую пользу на протяжении всего года. Они зимой и летом, как говорится, одним цветом. Важно лишь знать, как их на протяжении года делать более здоровыми и полезными. А после употребления в пищу, чтобы они полноценно переваривались и усваивались. А исключать огуль навесной это легкий способ обострить депрессию или хронические заболевания. Снизить иммунитет или работоспособность. Даже работу почек можно нарушить. Исключив эти продукты питания и неправильно заменив их другими белковыми компонентами. Об этом будет прямо сейчас. Поэтому если белковую пищу в пост ограничивать. Я имею ввиду пищу животного происхождения. Вам нужна полноценная замена. Концентрированные источники белка растительного происхождения. Это семена, это орехи. В них содержание белка примерно как в мясе. Но больше чем белка. Часто несколько раз. Они содержат и растительных жиров. И пока будете компенсировать белки таким путем. На обилие жиров может отреагировать как минимум поджелудочная железа. Либо желчный пузырь. Либо оба вместе. И как минимум хронический панкреатит обострится. А может и желчекаменная болезнь проявится. Как правильно питаться при панкреатите. Такое видео есть на моем канале. Вы можете посмотреть в любое удобное для вас время. А сейчас узнаете чем еще можно заменить белки животного происхождения. Крупами. Либо злаковыми. Помните. В хлебе каша сила наша. Это самая дешевая замена. Но также не самый лучший выбор. Содержание белка в них меньше. И при этом перевариваются они лучше. Употреблять нужно в несколько больших количествах. Чем мясо. Либо птицу. Для того чтобы не попасть на белковое голодание. Но вот содержание крахмала. Относительно большое. От 50% у гречки. До 70% у риса. В то время как содержание сложных углеводов в мясе, в рыбе, птице всего 1% это гликоген. И таким способом есть риск выявить скрытый сахарный диабет 2 типа. Просто по статистике на одного больного диабетом есть еще один человек с пока не установленным диагнозом. И Великий пост может этот диагноз вам поставить. Поэтому важно правильно заменять. Конечно белки животного происхождения можно заменить бобовыми. Но они перевариваются пожалуй хуже всех. Причем как содержащиеся в них белки, так и углеводы. Поэтому если эта пища вам генетически не очень привычна. То легко обостряются как минимум гастрит, панкреатит или бактериоз кишечника. Может снизиться иммунитет. Напомнит о себе подагра. Явления почной недостаточности могут усилиться либо проявиться. Поэтому чтобы белковый обмен все таки не пострадал. Нужно их рационально комбинировать. Но. Если любая замена продуктов питания животного происхождения на растительные. Дает вздутие живота. Нужно безжалостно отменять. Самые здоровые продукты питания в этом случае. Вам не то что бесполезны. А вредны. Потому как гниение либо брожение в кишечнике. Далеко не лучшее дополнение к посту. Иначе на фоне вздутия живота. Может еще и усилиться выпадение волос на голове. Ухудшается состояние почек. Суставу. Снизится иммунитет. Обострится депрессия. Дисбактериоз кишечника. Ну и простатит. Либо аднексид. По выбору. В зависимости от вашего пола. Великий пост требует исключить и молочные продукты. А это все таки концентрированный источник кальция. Суточная доза которого содержится примерно в 200-300 миллилитров молока. Или продуктов из него. И полноценной замены нет. Кальций содержится во многих продуктах. Но проще выпить 200-300 грамм молока. Либо съесть несколько килограмм капусты. Либо морковки. Поэтому исключать нужно свежие молочные продукты. Только в том случае если есть лактазная недостаточность. То есть молочный сахар не усваивается. Тогда заменить свежее молоко нужно просто на кисломолочные продукты. Потому как результат при длительном воздержании. Дефицит кальция. Обострение остеопороза. Артроза. Остеокондроза. Кариеса. Снижение работоспособности. Это пожалуй одно из самых узких мест во время длительного поста. Которое очень сложно обойти иным способом. Вместе с белками животного происхождения под исключение попадают и животные жиры. Но. Если вы заблаговременно перешли на режим частого дробного питания. Все прекрасно. Более того. При наличии избыточного веса. Вы можете легко его снижать. И безопасным способом. Для этого количество жиров можно просто уменьшить в рационе. Примерно до 50% суточной потребности. Она рассчитывается просто. Ваш вес равен количеству граммов жиров растительного происхождения. Которое вы должны внести в свой организм. Но. Уменьшение этой потребности. Этого количества до половины. Дает вам небольшой. Но зато уверенный темп снижения веса. Причем без риска обострить жировой гепатоз. Либо стояток гепатит. Потому как режим частого дробного питания. Как раз способствует тому. Что этот процесс будет проходить гладко. Спокойно. И вы будете реально снижать вес. Без риска его вернуть. После того как пост закончится. Если у вас нет желания снижать вес. Не вопрос. Тогда суточная потребность жира. Грамм на килограмм веса. И не смотрите на рекомендации поста. Когда растительные масла используют буквально 1-2 чайных ложки в день. Просто когда пост зародился. Растительные масла были очень дороги. Для большинства. Поэтому это было не скорение нагрузки. Не помощь печени. А лакомство. Это была награда скорее. Ну как сегодня черная икра для большинства. Это нужно просто учитывать условия в которых пост зарождался. Но здесь появляется очень большое жирное но. Даже два но. Первое но. Любые растительные масла. В большей или меньшей степени. Способствует усилению синтеза простагландинов. А эти вещества усиливают реакцию вашего организма на любые неблоприятные условия окружающей среды. А их достаточно много. Особенно весной. И это может вызвать обострение любых хронических заболеваний. В любой момент. Не важно вы помните о них. Или уже давно забыли. Растительные масла могут вам напомнить о них. Но второе. Не менее опасные. Когда в организм заходят исключительно жиры растительного происхождения. В условиях недостатка экзогенного холестерина. То есть внешнего холестерина. Который попадал бы с жирами животного происхождения. Ваша печень усиливает синтез опасного для сосудов эндогенного холестерина. И если вы мужчина в возрасте от 20. А женщина в возрасте от 35 лет. Вы можете таким путем запустить развитие атерослероза сосудов. Ну а если вы постарше. И атерослероз сосудов уже в какой-то степени присутствует. Вы можете его резко обострить. И также вне зависимости от этой причины. Вы можете обострить либо веетеросуистодистонию. Либо гипертоническую болезнь. Легко и просто в этот период ввода. На резкой замене жиров в рационе питания. При замене животной пищи на растительную. В организме образуется относительно меньше кислот. И в попытке сохранить PH крови. Меняется не только PH мочи. Но и резко увеличивается ее количество. А солевой диатез есть у многих. В результате выделения более щелочной мочи. Накопленные ранее в почках соли. Могут активно растворяться. И выходить с мочой. С неконтролируемым обострением цистита либо уретрита. А у мужчин как дополнительный бонус. И простатитов с аденомой. А бывают еще и камни в почках. При мочекаменной болезни есть риск более опасных осложнений. Просто камни могут не растворяться как вам хочется. А разрушиться на мелкие осколки. И чем закончится неизвестно. Поэтому при таких проблемах с почками лучше не рисковать. Учитывая распространенность солевого диатеза. Очищение организма через почки может закончиться по-разному. И в любой момент. А вот более управляемое. Очищение организма через кишечник. Ведь при замене животной пищи на растительную. Ваш организм попадает относительно много растительной клетчатки. Больше чем это было до поста. Потому как замена животной пищи более калорийной на менее калорийную растительную. Требует адекватного увеличения объема. И очищение кишечника и организма в целом будет происходить активнее. Но. Для безопасности процесса. Вся растительная пища. Подчеркиваю слово ВСЯ. Должна быть термически обработана. Просто в любой растительной пище есть растительная клетчатка. И когда она попадает в сыром виде. То есть термически необработанном. Она не будет раздражать ни эзофагит, ни пищевод. Не будет раздражать желудок. Не будет обострять гастрит, гастрододенид, язвенную болезнь. Не будет раздражать дальше панкреатит. Находясь в двенадцатиперстной кишке. Либо язву двенадцатиперстной кишки. Не будет раздражать вас желчный пузырь. С попыткой обострить дискинезию желчного или желчекаменную болезнь. В этом случае термически обработанная клетчатка мягко проходит по этой системе. И мягко очищает ваш организм. Главное еще одно условие. Не экономьте на частоте приемов пищи. Просто если раньше от куска мяса вы удовлетворяли свой аппетит на несколько часов. После порции растительной пищи, дай Бог, чтобы час-полтора-два вы были без чувства голода. А дальше оно появляется. Заносите новую порцию пищи. Если вы решили соблюдать в этой части православный пост. И еще одно пожелание. Не экономьте на растительных маслах. Хотя бы чайная ложка в каждый прием пищи обеспечит вам легкий сброс желчи. В составе которой из вашего организма удаляются пестициды, гербициды, канцерогены. Окисленный холестерин, который вышел из клеток. Который там вам уже не нужен. Чтобы он не задержался в сосудах в виде атеросклероза. Все это добро легко уходит. Как и не обозначенные мной химические вещества. Которых достаточно много в окружающей современного человека среде. Вне зависимости от того живет он в промышленном центре. Или считает, что он отдыхает на морском побережье. Там чуть меньше химических веществ. И в вашей печени всегда есть что найти в вашем организме. И что сбросить в кишечник с желчью. В этих условиях и очищение кишечника будет происходить хорошо. И очищение крови и лимфы. Что многие хотят сделать. Будет происходить так же эффективно. Более того. Животная пища конечно источник многих витаминов и макро-микроэлементов. Часть из которых растительная частично может скомпенсировать. Но я уже сказал про кальций. В растительной пище мало хорошо усваиваемого железа. Поэтому тоже может быть проблемы. Люди с анемией могут пострадать в этом случае. Жестко могут пострадать люди с онкологией. Потому что онкоклеткам не нужно железо. Они работают без кислородных условий. Им кислород не нужен. И переносчик кислорода гемоглобин им вредит. Поэтому они борются с ним. Поэтому и снижение уровня гемоглобина сопровождается как правило обострением этого процесса. Но с витамином D повезло больше. В принципе да. Животные жиры исчезли из рациона. Витамин D попасть не может. Физически не может попасть в ваш организм. Но тем не менее он может поступить. Если вы будете правильно слушать прогноз погоды. Потому как бесплатное приложение к посту. Правильное использование в солнечной погоде. Оно устраняет витамин D. Нужно только подставлять оптимально большую площадь под солнечное облучение. И стимулировать выработку витамина D в своей коже. Как вы понимаете. Принять решение соблюдать диетические рекомендации поста сегодня. Значительно проще чем его реально выполнить. Не на морально-волевых качествах. Терпеть нельзя. А с пользой для здоровья. И без обострения имеющихся или скрытых заболеваний. Ведь польза зависит от того. Насколько правильно вы замените одни продукты питания на другие. И очищение вашего организма от этого должно улучшиться. А ваш организм это заметит. И ответит усилением активности. Укреплением иммунитета. Но в случае если обострились те или иные заболевания. Не следует терпеть до последней возможности. А менять систему питания и продукты в ней. В зависимости от той ситуации. Которая есть в вашем организме сегодня и сейчас. Вот на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. С привычным подписчиком моего канала словами. Крепкого вам здоровья. И разумного к нему отношения. И пока вы думаете кому отправить ссылочку на это видео. Я подумаю какое еще видео написать. На эту тему для вас. До новых встреч на моем канале.